Харе Кришна всем, кто любит аккумуляторные батареи! Вы знаете, в интернете существует такое мнение, что аккумуляторные батареи стоит разгонять после покупки. Ну, купили в магазине, и перед началом эксплуатации их якобы надо разгонять. Под термином «разгон аккумуляторной батареи» понимается, что аккумулятор в процессе этого дела приобретает большую емкость и начинает отдавать больше пусковых токов. То есть емкость имеется в виду и ток. Но видео сегодня о целесообразности этой деятельности. Надо ли разгонять аккумуляторную батарею или не надо? Кто смотрит этот канал уже давно, то тот знает, что новый аккумулятор после покупки нужно зарядить, потому что это положительно сказывается на его ресурсе. И потому что в продажу аккумуляторы поступают заряженными на 80% всего-навсего. Для того, чтобы избежать чрезмерного саморазряда, который неизбежно будет при хранении, и как следствие накапливаться будет гремучий газ в складских помещениях, где размещаются аккумуляторы. А их там размещается в складских помещениях очень много. А этот самый газ гремучий очень-очень хорошо взрывается. Поэтому в целях безопасности и в целях того, чтобы они меньше разряжались, они поступают в продажу немножко недозаряжены. А также тот, кто подписан на канал, то тот знает, что даже в процессе эксплуатации емкость батареи растет сама по себе. В первые несколько месяцев эксплуатации. Ну обычно это 3-4 месяца первых эксплуатации. И понятное дело, что отдаваемый батареей пусковой ток тоже при этом растет. Растет емкость, растет отдаваемый ток. В первые месяцы эксплуатации аккумулятор доформировывается. Есть такой термин. Доформировка пластин аккумулятора вследствие цикличности при эксплуатации. Из этого мы видим и понимаем, что уже при вводе аккумулятора в эксплуатацию он будет разгоняться сам по себе, даже без вашего вмешательства. Главное правильно его эксплуатировать. И делаем из этого мы вывод, что в принципе больше никаких действий с аккумулятором делать нельзя. Не надо. Вы купили новый аккумулятор, зарядили его сразу и эксплуатируете. Дальше он сам по себе разгонится. И при том на самом деле даже необходимости как-то его насиловать или повышать его емкость абсолютно нет. Обычно аккумуляторные батареи выбирают для конкретного автомобиля с запасом. Как минимум этот запас 50%. То есть если вы купите батарею, у которой пусковой ток 500 ампер, то скорее всего ваш пусковой ток, вашего стартера, не будет больше чем 200 ампер. То есть ваш стартер не будет потреблять больше чем 200 ампер. То есть там запас на самом деле по такому отдаче очень и очень даже немаленький. И заставлять аккумуляторные батареи отдавать еще больше на первоначальном этапе особого смысла вообще нет. То же самое касается и емкости батареи. Она тоже берется с запасом. Сразу должен возникнуть вопрос, а откуда тогда вообще пошла вот эта вся тема с разгоном аккумуляторов? А эта тема действительно существует. Только касается она не новых аккумуляторных батарей, а как раз таки наоборот. Таких батарей, которые уже поюзанные, то есть бэушные, они уже нормально так поработали. Например, это аккумуляторы, которые уже потеряли часть обмазки положительных пластин. Потому что с отрицательной обмазки практически никогда не теряется. И если опять же вы смотрите этот канал, то знаете, что обмазка пластин используется при работе аккумуляторной батареи всего-навсего на 40-50%. А остальные 50-60% обмазки просто присутствуют при этом. То есть никакого участия в процессе химической реакции они не принимают. То есть они обеспечивают только токопередачу, то есть токопроводимость, обеспечивают прочность и жесткость пластин и консервируют, самое главное, это их предназначение, этой обмазки, которая не используется, консервируют свинец решеток пластин от окисления. Потому что если электролит дойдет до решетки положительной пластины, решетка мигом окислится и ваша пластина разрушится. А вот эта обмазка, она как раз и консервирует этот свинец от того, чтобы к нему подходил электролит. Так вот, когда осыпается рабочая обмазка, есть такой очень хитрый метод, как задействовать обмазку, которая в это время была не востребована, то есть углубить поры. То есть вот эту обмазку, которая 50-60% просто висит на пластинах и никакой участии в химической реакции не принимает, немножко заставить ее таки попринимать эту самую участие в химической реакции. То есть что? Задействовать часть этой обмазки. Вот это и есть разгон. Второй вариант. Это прокачать поры пластин, чтобы электролиту было легче в них заходить. И соответственно из них выходить. Это увеличивает токоотдачу. И это касается аккумуляторов, которые долго стояли на хранении, засульфатированных, восстановленных и те, которые неправильно эксплуатировались. Ну, вследствие чего они засульфатировались. Потому что вот именно в таких аккумуляторах действительно проблема с диффузионным смешиванием электролитов в порах пластин. То есть электролит, который в пластинах, он отработан, он уже там водой становится. Он плохо смешивается с тем электролитом, который находится снаружи пластин. То есть тот, который плещется в банках. А причиной этому то, что заужаются поры пластин. Именно вход в поры пластин вследствие нарастания кристаллков сульфата заужается. И электролиту туда труднее проникнуть. И что нам надо в этом случае сделать? Очень просто. Надо размыть вот эти сульфаты, которые закрывают вход в поры. И аккумулятор чудесным образом начинает отдавать ток больше. Вот как в начале видео я сказал, что аккумулятор сам себя в начале эксплуатации, в первые месяцы будет разгонять. Так вот он именно это и делает. Размываются поры, которые остались зауженными после формировки пластин. То есть он сам себя доформировывает. Размыть кристаллы сульфата, которые заграждают электролиту вход в поры, потому что поры заужены, в этом случае абсолютно совсем не трудно. При правильной установленной цикличности результат не заставит себя долго ждать. Делается это элементарно и очень часто это называют заряд-разряд. Но в принципе обо всем об этом видео на канале уже были. Кому надо, найдете и посмотрите. Ну а сегодня было такое видео. Ставь мне обязательно лайк, потому что я очень жаден до лайков. Такой ответ на этот вопрос. И не забываем ставить комментарий в поддержку этого чудесного канала.